По конвенции являетесь пленным и вас потом будут обменивать, то есть вы обменный фонд. И понятно, что для чеченцев это не работает. Если чеченец сдается, если его потом после этого обменяют, то там все, ему конец. Поэтому, конечно, здесь нужно. Почему у оккупантов только одна национальность, это русский? Прямо бесит, когда все вокруг говорят исключительно русский. А это не должно бесить Смирнов. Это, извини меня, от того, что Россия и русский оккупировали другие народы, сделали их частью своей страны. От этого для мира в целом, здесь в мире даже нет двух слов, как в русском языке, россияне и русский. Такого нет. Здесь везде Russian, это русский. И это россияне. Это одно слово. Поэтому это не должно обижать. Увы, но ваша страна на протяжении долгих столетий занималась оккупацией чужих территорий, колонизацией этих народов. Вы насильно их делали частью своего государства. Да, сегодня разные, конечно, народы являются частью этого государства. Сегодня какой-то отдельный оттенок национальный дать там нельзя. Однако, со стороны сказать, что это русские напали, в этом нет никакой ошибки. Да, это русские, россияне, русские, это такой, это уже синоним. И вы должны к этому относиться именно так. То же самое было и во времена Советского Союза. В Советском Союзе еще больше было народов, чем сейчас в России. Там и Грузия, и Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, каких только там народов не было. И Прибалтика. Однако, для мира это были русские. Не говорили, войска Советского Союза не говорили, русские говорили. Американцы говорили, русские подлодки. Не советские, русские. Это тоже было синонимом, слово советский. Поэтому, когда русский является синонимом, а российский, в этом нет никакой ошибки. И это не должно бесить. Туркменистан, как ты думаешь, может ли Турция из-за своих тюркских, туранских аппетитов навредить независимому Кавказу? Ведь мы вообще будем не защищены. Братья, давайте мы решим проблему с нашим историческим врагом. И уже дальше будем по мере поступления решать вопросы. Сейчас, имея проблему с Россией, думать о проблемах с турками, с американцами, европейцами, индейцами, ну, это неправильно. У нас не было никогда проблем с турками. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы они у нас начались. Если что-то подобное у нас и начнется, то мы будем разбираться. Это турки наши, братья. С ними мы и найдем общий язык, иншала. Если Чечень избавится от русских, какая страна потенциально захочет вас захватить? А нет такого варианта, что никакая страна нас захватить не захочет. Это вообще не рассматривается. Просто так жить не может нормально Чечня без каких-то захватнических воинов. Воин. Неужели мы постоянно должны от кого-то обороняться? Неужели постоянно кто-то нас должен хотеть захватить? Неужели просто нельзя нормально жить? Вот Грузия отделилась и никто ее захватить, ну, кроме России, опять-таки, ее никто захватить не пытается. Просто с Россией решить проблему, все, у них нормальное отношение с Турцией, к соседями, которые они являются. Армении, с Азербайджаном. Только с Россией есть проблема. Вот я думаю, у нас тоже, нам нужно решить проблему с Россией, и больше у нас никаких проблем, иншала, не будет. Но если даже они будут, то мы по мере поступления будем их решать. В том, что это правда, что чеченский язык в Чечне забывают. Я заметил, что на многих видео цифры и какие-то термины называют на русском загрязняется язык. Да, есть такая проблема, к сожалению, так как нет никакой работы по сохранению этого языка. Язык, он умирает, когда твоя страна оккупирована, и оккупант навязал тебе свой язык, свою культуру. И если в стране не установлен документ оборот на родном языке, образование не дается на родном языке, то, конечно, язык умирает. И вот это сейчас происходит в Чечне, к сожалению. И поэтому большинство там любых совещаний кадыровских, посмотрите, там никто там не говорит на чисто чеченском языке. Процентов 60-70 кадыров говорит на чеченском, процентов 30 его речи – это русские слова. И так любого. Медведчука обменяли, это полный провал, за что погибают молодые парни, это не наша война преступная. Кстати говоря, видел, конечно, мы все видели эту информацию, обмен этих командиров полка АЗОВ освободили. Там, насколько я понял, именно вот эти пять человек из числа командиров, они будут оставаться в Турции. То есть это условия, видимо, которые выставила Россия, на которые согласилась Украина. И гарантом здесь выступила Турция. Опять значимость Турции в этом конфликте. В общем, под личные гарантии Эрдогана им будет предоставлено все необходимое в Турции. Но вернуться в Украину они не могут до окончания войны. Такое условие. Но это только вот эти пятерых, как я понял, касаются. Остальные, а там много очень людей обменяли, остальные, они были переданы напрямую в Украину. И это очень, конечно, крутая, очень крутой обмен, и это безусловная победа Украины. То есть это то, что Россия получила Медведчука и, ну, еще там каких-то своих военнопленных. Для России это не победа. Победа это для Украины. Потому что Украина, эти АЗОВцы, они были объявлены террористами в России. Они говорили, что ни в коем случае их никак нельзя выдать Украине. Они должны быть там чуть ли на пожизненные посажены, демонстративно. Никаких даже разговоров об их выдаче вестись не может. И в итоге Украина добивается их освобождения. Вы понимаете, какова вообще история? Их сначала, им отдают приказ сдаться, и дают им гарантии, что мы вас вытащим. И вот это очень важно, понимаете, что Украина дает своим солдатам, своим военным, дает им гарантии. Говорит, вы сдавайтесь, а мы вам обещаем, что мы вас вернем. И они это обещание выполняют. Понимаете, это победа. Несмотря на то, что там какие-то Россия от этого получила каких-то своих военных и так далее, это нет. Это безусловно политическая победа Украины. С чем мы, конечно, поздравляем Украину. И вообще эта новость, конечно, очень обрадовала. Томас, интересно, на практике реально безопасно сдаться в Украине, если попал туда насильно, и потом получить убежище в европейских странах? Это не работает для стандартного пленного. Это не работает. Вот то, что я вчера говорил на чеченском эфире, это касалось отдельно, я пытаюсь, для чеченцев, для тех, кого из Чечени насильно призвали, сделать такую тему. Но стандартная тема, она так не работает. Стандартно вы сдаетесь, вы попадаете в плен, никто вас не отпускает. Вы по конвенции являетесь пленным, и вас потом будут обменивать. То есть вы обменный фонд. И понятно, что для чеченцев это не работает. Если чеченец сдается, если его потом после этого обменяют, то там все, ему конец. Поэтому, конечно, здесь нужно что-то для них выбирать. И неважно, понятно, что украинцы не говорят, что они сдались сами, но с чеченцами это работать не будет. Там очень быстро все поймут. Поэтому, для быть среднестатистического россиянина, солдата, для них там есть контакты, куда звонить, что делать. Но чеченцы, для вас это, к сожалению, не работает. И я сейчас работаю над тем, чтобы какой-то отдельный механизм сделать для того, чтобы сдаться в плен. Немецкий солдат, будьте вы прокляты, кафыровы, слуги, помощники сатаны в этой агонии, какая сейчас у вас. Вы доведете себя до погибели. Пусть вас Господь сожжет, как в этой жизни, так и в аду. Амин. Амин. Иппон, ассаляму алейкум, брат, рад тебя видеть. Также приветствую всех наших братьев, каждому жму руку. Алейкум ассаляму, рааму ассаляму, баракату, брат Иппон. Баракаллаху фейх, брат. Алейкум ассаляму, баракату, брат.